Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Органы внутренних дел на транспорте – важное звено в системе МВД России. Безопасность путешественников в Хакасии на юге Красноярского края, части Кемеровской области и Республики Тыва обеспечивают сотрудники Абаканского линейного отдела МВД России. О том, как они работают, нам расскажет их руководитель Александр Кайзер. Здравствуйте, Александр Андреевич. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, как обычно, со статистики. Каковы результаты вашей работы за последнее время? Ну, я думаю, зрителю не совсем будет интересно, если мы сейчас будем подробно обсуждать наши цифры. Могу сказать всего лишь то, что приоритетом, в первую очередь, является наша работа, оценка нашей работы – это раскрываемость тех преступлений, которые совершены, и профилактика. На сегодняшний день констатирую, что процент раскрываемости преступлений, совершенных на объектах транспортной инфраструктуры, составляет 89%. Это достаточно высокий показатель. Сейчас, в последние события в мире, высока достаточно вероятность террористической угрозы. Люди беспокоятся. Расскажите, поменялись ли приоритеты в вашей работе, вот в связи с этим? Объекты транспорта – это всегда зона повышенной опасности, поэтому сказать, что приоритеты поменялись, я не могу. Я скажу, что мы, наверное, более пристальное внимание этому уделяем, может быть, в более таком напряженном ритме работаем. А те функциональные обязанности, которые нам предписаны, мы выполняем в том же штатном режиме, потому что транспорт – это все-таки несколько иное, нежели территория, села, города. Объекты транспорта, они всегда вызывали интерес. Поэтому мы в штатном режиме работаем, и думаю, что жителям нашей республики и гостям нашей республики повода для беспокойства мы не дадим. Ну, для пассажиров на транспорте всегда безопасность личного имущества беспокоила в первую очередь. Расскажите, как у нас тут обстоят дела? Ну, те, кто когда-либо выезжали из республики, видели, наверное, что на железнодорожных объектах, в поездах дальнего пригородного сообщения у нас есть наряды сопровождения. То есть сотрудники осуществляют охрану общественного порядка непосредственно в поездах, на постах и маршрутах, на вокзалах железнодорожных, в аэровокзальном комплексе. Поэтому достаточное количество личного состава, чтобы обеспечить безопасность нашим пассажирам. Ну, каковы результаты вот всего этого? Результаты я уже назвал. Для нас главное, чтобы как можно меньше совершалось преступление. Если оно совершено, то мы должны его, безусловно, раскрыть. И раскрыв, мы должны сделать все, а это уже я говорю об органах предварительного расследования, довести дело до логического завершения, потому что я, наверное, не открою большую тайну, если скажу, что лучшая профилактика – это неотвратимость наказания. Ну, а если проводить некий срез того, что у нас сейчас происходит на транспорте, какие преступления совершаются, вы вот могли бы так, на вскидку сказать, что вас беспокоит больше всего на сегодняшний момент? Ну, беспокоит нас любая нештатная ситуация, которая совершается на наших объектах. Ну, основной массив преступления – это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, это кражи грузов и кражи личного имущества. В меньшей степени это преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Если говорить про правонарушения, здесь несколько у нас изменилась ситуация. Если раньше у нас основной массив был граждан, граждан, пассажиров, которые совершали правонарушение распивая спиртные напитки в общественных местах, в состоянии алкогольного пьянения, находясь в общественных местах, то сегодня добавилось такое правонарушение, как курение в неустановленных местах. И здесь, к сожалению, еще не все наши граждане понимают необходимость соблюдения этой нормы, закона. Но приходится объяснять нашим сотрудникам. Мы органы не карательные, мы в первую очередь для того, чтобы помогать нашим гражданам, как бы это пафосно ни звучало. Поэтому первоначально мы стараемся гражданину объяснить, что он не прав. Если нет понимания, соответственно, конечно, мы привлекаем таких граждан к ответственности, ну и со всеми вытекающими последствиями для этих пассажиров. Ну, знаю интересный случай. Благодаря вам в зоопарке появился один новый обитатель. Расскажите об этом, что это за случай? Ну, я не сказал бы, что он появился в зоопарке как обитатель. Он находится в зоопарке на сегодняшний день временно, так как является вещественным доказательством по одному из уголовных дел. Значит, я не буду раскрывать все моменты этого уголовного дела, но поросенок стал, скажем так, разменной монетой. Им рассчитались за наркотик. Вот случай курьезный, но он имеет место быть. Рассчитались за наркотик? И сейчас поросенок живет в зоопарке? Да, потому что поросенок это не просто вещь, это живое существо. Соответственно, его надо кормить, за ним надо следить. В органах внутренних дел такой возможности нет. Мы рады, что наши друзья из нашего Баканского зоопарка пошли нам навстречу. И сегодня, может быть, этот поросенок даже по решению суда, я не знаю, какова будет его дальнейшая судьба, но, может, он там приживется и будет радовать деток, а не хозяйку, которая торговала наркотиками. Современная полиция немыслимо без спецтехники. Какой можете похвастаться вы? Ну, нам есть здесь чем похвастаться, потому что мы в очень выгодных условиях находимся на сегодняшний день, нежели наши предшественники. Государство затратило в рамках транспортной безопасности большие средства на то, чтобы внедрить технику. У нас на сегодняшний день на всех постах и маршрутах наши сотрудники имеют в наличии и ручные металлодетекторы, ЛК-тесты – это приборы, которые могут определить жидкость, горючая она или нет. Виражи ВВ – это оборудование, которое поможет нам провести экспресс-анализ и определить, есть ли микрочастицы на одежде или коже человека взрывных веществ. Также у нас есть терминалы, с помощью которых мы можем в любой момент посмотреть, зайти в базу и посмотреть, находится ли человек в розыске. Для примера, в 2015 году с помощью этих терминалов мы установили, задержали из числа пассажиров 22 человека, находящихся в федеральном и местном розыске. Также служебно-ростные собаки. Здесь тоже большая помощь от них. У нас 46 преступлений было выявлено с использованием служебно-ростных собак, которые обозначили в пассажиропотоке граждан. И 13 преступлений, связанных с законом оборотом оружия. Но последний случай, это когда на железнодорожном вокзале житель Кемеровской области Нунчаки перевозил несколько комплектов из тувы, сделанные из материалов, которые используются при бурении скважин. Вы достаточно открыты для граждан, постоянно проводите приемы. Расскажите об этой работе. Мы достаточно открыты. Но я сегодня сказал бы, что не только транспортная полиция. Сегодня вся полиция России, она открыта. У нас существует направление по работе со средствами массовой информации. У нас есть свой сайт управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Все наши новости, вся наша работа там показана. В любое время мы готовы принимать граждан. Мы проводим час пассажира на железнодорожных вокзалах, в аэропорту. Принимаем граждан в электропоездах и поездах дальнего следования. Есть у нас даже такие акции. У нас в круглосуточном режиме телефон доверия 29-44-53. Можно позвонить в любое время и свою проблему и беду нам рассказать. Поэтому я считаю, что сегодня, если человек хочет с нами общаться, мы готовы в любое время. 24 часа в сутки у нас телефон дежурной части 02, но железнодорожный 1-02. Поэтому мы для граждан абсолютно открыты. Сегодня я считаю, что пожаловаться это только тот, кто ищет какой-то повод и чем-то обижен, видимо, на органы власти. Но открыто для СМИ она вам не мешает в вашей работе? Да нет, не мешает. Это, наверное, не лесть никакая. Но средства массовой информации на сегодняшний день, я считаю, достаточно объективно. Если только это, к сожалению, еще мы не жили в прошлое, есть какие-то, наверное, и желтая пресса, которая гонится за не столько, наверное, за объективным освещением информации, сколько, наверное, за длинным рублем. Какие-то жареные факты, порой не соответствующие действительности. Но мы в основном взаимодействуем с теми средствами массовой информации, которые объективно доносят нашу работу. Но если мы открыты, то мы, наоборот, хотим показать свою работу. И с вашей помощью мы ее показываем. И если где-то что-то мы не видим, нам помогут, и мы готовы исправиться в лучшую сторону. Потому что сегодня время диктует нам вот такие реалии. Мы сегодня должны быть вместе, а не по разной стороны баррикада. Потому что это еще как в старой-старой басне «Лебедь, рак и щука». Поэтому мы только за то, чтобы в одном направлении всем двигаться. Ну и в конце программы, как обычно, уже по традиции, вы можете поздравить своих сотрудников с профессиональным праздником. Я хотел бы поздравить лично состав ветеранов с этим замечательным праздником. 97 лет транспортной милиции, нынче полиции. Все-таки это большой срок. Нам есть чем гордиться. Хотел бы пожелать здоровья, ну и стабильности и нашему коллективу, и в целом нам всем. Спасибо большое, что нашли время. Пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был начальник линейного отдела МВД России Александр Кайзер. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Продолжение следует...